Мы вынуждены были вместо двух рабочих очных дней растянуть конференцию на два месяца, чтобы познакомить специалистов общественных организаций и всех заинтересованных лиц с опытом оказания социальных услуг и социальной поддержки людям с ограниченными возможностями и людям, которые получают разного рода услуги в Российской Федерации, а также в скандинавских странах. Эти мероприятия проводятся в рамках международного проекта. Проект называется «НКО России северных стран оказывают качественные социальные услуги». И вот как раз сегодня у нас первый вебинар с названием «Поддержка пожилых людей и людей с инвалидностью с помощью неформального общения». Я хочу вам представить нашу коллегу из Гатчины, председателя правления организации «Школа третьего возраста», которая познакомит нас со своим опытом. Татьяна, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, очень рада со всеми познакомиться. Хорошо вам слышно меня? Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Меня зовут Татьяна. Я очень рада сегодня познакомиться с вами, с участниками вебинара. Хотелось бы познакомиться со всеми участниками поближе. Я руковожу школой уже 7 лет. До этого я работала социальным работником. И не понаслышке знаю, что такое испытывать одиночество и невостребованность в пожилом возрасте. Когда я пришла только работать в нашу школу, я сразу поняла, что это дело всей моей жизни. И загорелась идеей объединения неформального образования и объединения воодушевления людей с помощью неформального образования и вовлечения их в активную деятельность. Я сегодня здесь не одна, со своей командой. Так, сейчас я включу презентацию сразу же. Сейчас, минуточку. Сегодня со мной на вебинаре учредители организации. Это Нина Ивановна Савицкая, основатель нашей школы. Так, хорошо видно? Презентацию видно? Нет, презентацию пока не видно. Так, вот так. Запустилась презентация? Сейчас настроимся. Я вебинар веду первый раз, поэтому извините, что будет не так. Сейчас сделаем. Пока представлю вам моих коллег. Савицкая Нина Ивановна, учредитель нашей школы и основатель школы. Так как Нина Ивановна первая в Ленинградской области запустила этот проект, и он оказался очень успешным. Так, сейчас что-то тут у нас презентация тормозит. Кроме того, Нина Ивановна делилась программой во всех районах Ленинградской области, помогая открывать университеты третьего возраста. Так, ну что, запустилась? Теперь вам видно презентацию? Нет. Не видно? Да. Так, сейчас еще раз попробуем. Вот так, да, наверное. Все, вышло. Вышло, да? Ну, хорошо. Также у нас сегодня здесь присутствует Наталья Викторовна Топгрива. Это тоже одна из учредителей нашей организации, помощник председателя. Смирнова Ольга Александровна должна тоже быть здесь. И наши руководители клубных объединений наших филиалов, психологи и ведущие основного курса. Вот по сложившейся у нас традиции мы обычно знакомимся в круге, представляясь, кто, откуда и чем занимается. И я попрошу вас написать в чате, как вас зовут, с какого вы города, чем занимаетесь. И чтобы после проведенного вебинара мы могли с вами поближе познакомиться и пообщаться. Вот так же по ходу презентации пишите ваши вопросы. Я минуточку, Татьяна, хотела сказать, что, в принципе, у нас время на вопросы останется. То есть сначала будет презентация, и потом в течение 20 минут можно будет задать вопросы. Но если вопросы будут появляться по ходу презентации, то можно их написать в чате, и я вопросы озвучу после того, как Татьяна закончит свою презентацию. Так что смотрите, какой вариант вам наиболее приемлем. Хорошо. Я немножко остановлюсь на истории создания нашей школы. Мы открылись в 2008 году и вначале работали как муниципальная программа, так как открывала школу наша администрация, не знали, будет ли востребованный этот проект. И вот об открытии школы я бы хотела дать слово Нине Ивановне Савицкой, основателю нашей школы, именно ей принадлежал вот этот первый опыт работы и открытия вот такого востребованного проекта. Нина Ивановна, как вы, подключиться сможете звук? Получается? Слышно ее? Нет, не слышно. Нина Ивановна у нас куда-то вышла, да? Ну, хорошо. Вот тогда я расскажу сама. Значит, на первый семестр, вот в июле 2008 года, сразу пришло около 30 активных пенсионеров. Начали появляться очень интересные инициативы, проекты. Одним из первых у нас открылся клуб нордической ходьбы. Потом были такие мытарства. Мы искали подходящее помещение, переезжали из одного аварийного здания в другое, пока нам не предоставили здание бывшей железнодорожной школы. Оно тоже было в аварийном состоянии. Кроме того, нас включили в состав структурное подразделение Центра социального обслуживания. И более 9 лет мы существовали как университет третьего возраста при Центре социального обслуживания. То есть были бюджетной организацией. Благодаря большой очень востребованности школы, в первые же годы порядка около 300 человек пришло в школу активных таких неравнодушных пенсионеров. Администрация нашего района этот проект поддерживает и по сей день выделяет нам необходимое финансирование, помещение, оборудование и так далее. Но в ноябре 2017 года наш Центр социального обслуживания был реорганизован, передан в одну из некоммерческих организаций. И нам дали два месяца на создание некоммерческой организации, для того, чтобы уже существовать в новом статусе и зарабатывать деньги грантами, субсидиями и проектами. Буквально в ноябре 2017 года мы закрылись, и уже 22 января мы уже зарегистрировались как региональная общественная некоммерческая организация. То есть вот мы существуем уже 12 лет, но в статусе некоммерческой организации мы работаем всего три года. То есть еще такая молодая некоммерческая организация у нас. Что еще хочу сказать? Напишите, пожалуйста, тоже в чате, кто из вас работает с пожилыми людьми, и кому интересна вот эта тема социальной реабилитации пожилых людей-инвалидов, чтобы мне понимать, сколько у меня сегодня коллег. Автором нашей программы школы является председатель общественной благотворительной организации «Дом проектов» Светлана Хансен. Именно она разработала вот эту образовательную программу, основанную на опыте датских народных школ. Но, конечно, программа не стоит на месте, она каждый год развивается, немножко изменяется. Во-первых, в соответствии с нашим русским менталитетом и интересами, ну и по запросу наших пожилых людей тоже. Кроме того, многие технологии работы с пожилыми людьми мы взяли, обучаясь по программе предпринимательства в социальном секторе в проекте «Гейт» совместно с Финляндией, где мы в течение двух лет посещали социальные учреждения города Микеле, даже работали в этих социальных учреждениях. И очень много технологий, интересных таких развивающих для пожилых людей мы взяли вот именно оттуда. Кроме того, у нас есть в Гатчине город по братьям, город Эдлинген, это немецкий город из Германии, и мы тоже там часто бываем. Там открыт центр сеньоров, центр сеньоров Эдлингена, такой центр для пожилых людей, в который входят все пенсионеры, пожилые люди этого города. И многим технологиям мы тоже научились, побывав в этом центре. Ну и кроме того, каждый год мы встречаемся с пожилыми людьми Эдлингена, они приезжают к нам в гости, мы приезжаем к ним в гости. И благодаря этому, конечно, программа наша меняется, развивается. Мы стараемся применять новейшие технологии, но направления остаются у нас всегда как бы неизменными. То есть в программу входят образовательные курсы, оздоровительные занятия, мероприятия, творческие мастерские. Также большой блок нашей программы – это развитие добровольчества через проектную деятельность. И кроме того, мы распространяем опыт нашей работы, в отдаленных территориях Гачинского района и Ленинградской области. То есть в отдаленных территориях мы открываем такие филиалы школы, помогаем развивать программу, обучаем координаторов. Если это происходит по запросу районов, если районы хотят иметь такие клубы, и такие организации у себя, то мы помогаем им открываться. Конечно, районы мы финансировать не можем, так как у нас у самих ограниченное финансирование, но мы обучаем их писать гранты. Так, что-то такое случилось. Так, слышно меня? Что-то у меня экран погас. Хорошо. Таким образом, на сегодняшний день у нас работает три филиала в Гачинском районе. Это деревня Белогорка, поселок Новый Свет и поселок Войсковицы. Там работают клубы при домах культуры, но по нашей программе. То есть у клубов должно быть не менее четырех вот этих самых основных направлений. И кроме того, менее 10 человек должно быть в клубах. У нас входит основной наш базовый курс «Диалог», на который посещают все новички. Это обязательный курс для новеньких. Ну и остальные образовательные курсы, такие как информационно-компьютерные технологии, иностранные языки, творчество, культура, краеведение, социальное проектирование. На сегодняшний день мы предлагаем 20 образовательных курсов различных направлений. На курсе «Диалог» под руководством психолога все новички занимаются в круге, где с помощью различных интерактивных и двигательных упражнений и заданий новые участники первый месяц знакомятся, диалог проводится три месяца, я, наверное, не сказала, общаются, пробуют себя презентовать, рассказывают о себе, делятся своими знаниями и умениями. Тематика встреч на этом занятии выбирается тоже самими участниками, так, чтобы каждый мог поучаствовать в беседе, в дискуссии, высказать свое мнение на интересующую тему. Кроме того, в первый месяц вырабатываются участниками правила общения самостоятельно, то есть те правила, те условия, при которых им вместе комфортно общаться. На второй месяц обучения активно проводятся различные упражнения на сплочтении и работу в команде, где наши пожилые люди учатся договариваться, пробуют себя в разной деятельности, все занятия, вот как я сказала, проводятся в виде дискуссии. Но вот на слайде вы видите такое упражнение на знакомство, когда по кругу, это было у нас этим летом, в летнее время мы иногда на улице, во дворе проводим занятия, в круге был внутренний круг и внешний круг. И по кругу люди двигались, и в течение 30 секунд на заданную ведущую тему они должны были поговорить. То есть вот такие упражнения им нравятся. Вторая фотография – это игра на интересы, у кого какие интересы, то есть в круге должны были люди поменяться друг с другом, а ведущие занять чье-то место. То есть такие игры на креативность, на внимание, на знакомство и на сплочение. Кроме того, на основной курс у нас приходят представители власти, юристы, социальных служб, врачи, где можно обсудить разные вопросы, как защищать свои права. И также наши курсисты в виде таких интересных деловых игр учатся, изучают свои права, учатся защищать свои права. Изучают те услуги, которые они могут получать, чтобы они знали обо всем и умели защищать свои права. Вот это упражнение, например, на командообразование, где командой было задано задание сделать из бумаги, без клея, ножниц дом президента. И каждая команда, в одной комнате была одна команда, в другой комнате была другая команда, другая команда строила башню высокую. И вот команды, они должны были выработать стратегию, договориться и попробовать себя, допустим, в разных ролях. Кто-то помощник, кто-то здесь выступает лидером. Для нас и для модератора, который ведет этот курс, сразу выявляются социальные роли, видно, кто лидер. И наша задача – помочь лидеру организовать вокруг себя людей и реализоваться. Вот такой курс. На третий месяц курса проводится посещение социальных учреждений, участвуют курсисты в добровольческих акциях, которые проводим мы или придумывают они сами. Ну вот здесь, например, на слайдах посещение Кобринского стационара для пожилых людей-инвалидов, где курсисты собирались и решили устроить там субботник на территории и построить цветочную горку. Если, допустим, больше творческой направленности, проводятся мастер-классы для пожилых людей, для инвалидов, для детей. Кроме того, у нас есть традиционные такие, постоянные акции, такие вот, как «Лес живи». В мае мы выезжаем каждый год на посадки леса, праздники различные. И дальше проводятся занятия по социальному проектированию. Если у группы есть какие-то инициативы, они учатся писать проекты, защищать эти проекты, то есть реализовать свою идею до конца, вокруг себя объединить людей. Для этого еще в третий месяц, помимо посещения социальных учреждений, курсисты посещают социальные проекты, которые уже открыты в нашей школе. На сегодняшний день у нас около 11 таких сообществ пожилых людей, которые работают на волонтерской основе, но делают то, что им нравится, то, что им интересно. И обязательно в проекте есть социальная составляющая, то есть выход в социум. То есть проект должен быть полезен не только для тех людей, которые его организовали, но и, допустим, для пожилых людей каких-то социальных учреждений или объединяют других пожилых людей, или выходят к детям и инвалидам, или посещают бездомных. То есть, ну вот, какая-то такая инициатива, которая задействует и других людей нашей школы или просто пенсионеров города. Вот на слайде у вас защищается проект «Информы». Этому проекту уже более 7 лет. Вначале он существовал как такой информационный проект, где курсисты писали у нас на стендах информацию о том, какие мероприятия проводятся в городе и районе. Потом в проекте возник, например, клуб «Духовная жажда». Это литературный клуб, в рамках которого организуются общешкольные праздники. Вот лидеры проекта, их два координатора и четыре таких активных пенсионера. Они готовят праздники, они готовят экскурсии, встречи с интересными людьми. То есть, за счет того, что постоянно приток других людей в проект вовлекается, проект с каждым годом изменяется, расширяется, развивается. И таким образом люди чувствуют себя востребованными, нужными, важными, живут интересной, полезной жизнью. Вот такие у нас на сегодняшний день проекты, но это еще не все, потому что каждый семестр у нас они прибавляются. Хотя лидеры приходят, конечно, не каждый семестр. Но вот основной курс на лидерство проводится у нас каждые три месяца, то есть три семестра в году. И мы стараемся как можно больше выявить на этом занятии лидеров и помочь им развить их инициативу. Бывает, что лидеров нет, и тогда курсисты ищут для себя дело по душе, вовлекаясь в уже существующие проекты, которым мы периодически ходим в гости и смотрим, чем они занимаются, принимаем участие в их волонтерских акциях, которые они планируют в течение года. Значит, еще я не сказала о том, что на основном курсе диалог используются такие интересные методы, как биографическое интервью, интервью в парах, мозговой штурм в больших и малых группах, различные игры. Под руководством психолога изучаются дневник чувства и эмоций. Проводятся упражнения на укрепление памяти, внимания, медитативные техники, ну и также дискуссии на интересующие самих пожилых темы. Вот на слайде представлены волонтерские акции таких проектов, как «Кукольный театр «Золотой ключик». Ему уже более пяти лет. Этот проект создан с нуля пожилыми людьми. И теперь пожилые люди выезжают с новыми спектаклями ежегодно во все детские сады Гатчинского района, в школы, в детские лагеря, проводят в библиотеках свои спектакли, в музеях, на праздниках разных районах участвуют. И вот справа проект «Дарю добро». Его организовала одна курсистка, была лидер Вера Бондарева. Она организовала вокруг себя людей неравнодушных. Презентация. И проводят занятия в реабилитационном центре Дарина для детей из приюта. Кроме того, у нас проводятся такие акции в социальных учреждениях. То есть в зависимости от того, чем занимается клуб, проект или занятие. Допустим, если это хор, то проводятся занятия, концерты, встречи, литературные вечера в социальных учреждениях для пожилых, для немобильных, ПНИ и так далее. У нас очень много подведомственных учреждений, которых мы постоянно посещаем. Проводятся мастер-классы, подготовки к праздникам. То есть все это помогает людям чувствовать себя востребованными и развиваться. То есть все, чем они умеют, они делятся с другими людьми, которым может быть хуже, чем нашим активных пенсионерам, которые себя хуже чувствуют или, допустим, одинокие. Вот. Наша задача, в частности, моя задача как руководителя найти... Раз, раз, раз. Что-то не слышно. Вас слышно? Хорошо. Хорошо слышно? Что-то куда-то я пропала. Так, а презентацию видно? Да. Хорошо. Моя задача найти необходимые ресурсы. Транспорт, материалы для мастер-классов, оборудование какое-то необходимое, осветить деятельность проектов, чтобы как можно больше активных пожилых людей вовлекалось в деятельность наших проектов, чтобы они постоянно развивались. Также у нас в школе проводятся и образовательные курсы. Одним из востребованных является информационно-компьютерные технологии. Этот курс делится на три направления. Курсы на компьютерах с нуля, продвинутые курсы и занятия на смартфонах и планшетах. Так как изучение смартфонов и планшетов стало востребованием чем уже курсы на компьютерах, так как они стали у многих появляться. Вначале это были просто разовые акции со студентами института, а потом это стал разработанный уже наш курс. Иностранные языки, вот на сегодняшний день у нас английский и немецкий работают языки, около сорока человек туда их посещают. Ну и кроме того, допустим, если курсисты научились какой-то песне, каким-то стихам, они обязательно участвуют в наших общешкольных праздниках. Занятие на укреплении внимания. Уже два года у нас проводится занятие ментальная арифметика, которая очень востребована нашими пожилыми людьми. Ее проводит сама женщина, бывшая учительница русской литературы, ей за 80 лет, Галина Михайловна Рыкова, но у нее настолько такой быстрый, подвижный ум, и она очень интересуется всем, постоянно сама совершенствуется, проходит курсы обучения по ментальной арифметике. И вот уже наши женщины научились умножать многозначные числа. Кроме того, этот курс с этим курсом и с другими упражнениями на укрепление внимания и памяти мы посещаем ветеранов на дому в рамках проекта «Старшее поколение золотой ресурс России», который мы реализуем при поддержке фонда КАФ-Россия. Мы посещаем ветеранов на дому и занимаемся с ними вот такими интересными упражнениями. Также у нас есть партнеры школы, например, Покровский собор, в нем у нас проводится клуб «Основы православия». Уже тоже много лет этот клуб очень востребованный. А мы участвуем в различных мероприятиях, организуемых Покровским собором и их волонтерскими клубами. Конечно, занятия по краеведению, встречи с интересными людьми, с краеведами, оздоровительные занятия тоже у нас очень востребованные. На сегодняшний день пять направлений работают. Это нордическая ходьба, йога, в летнее время мы проводим ее на улице, суставная гимнастика. У нас работают два танцевальных клуба, которые, один из танцевальных клубов, студия Людмила, у нас являются участниками международных и различных региональных областных фестивалей. Год назад мы с ними побывали на международном фестивале народные истоки в городе Сочи. Очень долго, правда, искали финансирование для этой поездки, искали спонсоров, но все-таки вот эта затея у нас уменьшалась успехом. Ну и для тех, кто просто хочет подвигаться, не хочет выступать, а делает это только для себя, для здоровья, у нас есть просто клуб «Я хочу танцевать», который под руководством опытного преподавателя изучает различные танцы. Вот в летнее время, в прошлом году у нас был проект «Улица здоровья», и мы в честь года здоровья в Ленинградской области проводили вот такие активности в центре города, на улице. Ну и кроме того, все вот эти оздоровительные занятия участвуют у нас в таких мероприятиях, как спартакиады пенсионеров, сдача ГТО, праздники «Веселые старты». И благодаря этому, вот благодаря таким мероприятиям, во-первых, участники готовятся к ним и постоянно совершенствуются. Во-вторых, появляются новые объединения клуба. Вот, например, у нас появился клуб дартса, клуб тенниса, мы купили теннисный стол, и люди с удовольствием приходят и занимаются в нашей школе вот такими интересными занятиями. Вокально-хоровая студия, это тоже одна из самых первых проектов нашей школы, скажем так, визитная карточка нашей школы, потому что участники этого клуба выступают на всех мероприятиях города, на выставках, на ярмарках, на праздниках, во всех социальных учреждениях, то есть и о наших проектах постоянно слышат, то есть наши проекты постоянно на слуху, так как они участвуют везде. Допустим, если это творческие, какие-то рукодельные занятия, сегодня у нас тоже пять направлений, лоскутное шитье, валяние, студия кино Сайга, проект Подари Тепло Своих Рук, студия Вязания, студия Интерьер Цветы, то есть и все эти студии для того, чтобы развиваться дальше, ведь неинтересно только сделать себе поделку или подарить близким. Они проводят мастер-классы, учат других, пожилых, детей, школьников, детей-инвалидов, организуют выставки. В этом году даже у нас открылся магазин для ремесленников Гатчинского района, в котором наши курсисты могут продать какие-то изделия, организовать мастер-класс, провести. И таким образом для них это большой стимул к развитию. Из-за студии Радость, творчество тоже очень востребованный курс. Оказывается, многие люди очень мечтают рисовать, мечтали с детства, когда-то этому учились. И вот мы нашли такого преподавателя, художницу Веру Михайловну, которая обучает в разных техниках рисования, то есть это и акварель, и гуашь, и масло, и различные другие виды творчества. И курсисты всему этому учатся и с удовольствием делают свои выставки у нас в школе, в библиотеках, в музеях, на праздниках И вот один такой из наших направлений просвещения в области культурных традиций, это у нас стала ежегодной акцией хоровод мира, которую мы проводим для гатчинцев. В этом году начали проводить в других районах и поселениях Гатчинского района, и проведение русских народных праздников, это традиционные такие наши праздники Масленица, Калятки, где мы приглашаем фольклорные коллективы, то есть обязательно мы участвуем не сами по себе, а делаем либо такие городские массовые гуляния, либо в школе с детишками, и таким образом проходит у нас воспитание молодежи и связь поколений, вот, и многое-многое другое. Ну и о развитии нашей программы в других районах, вот на сегодняшний день у нас активно развивается клуб Рябинушка в деревне Белогорка, деревня Белогорка находится далеко от Гатчины, поэтому нашу школу пожилые люди этого, этой деревни посещать не могли, так как она находится где-то в двух часах езды от Гатчины, поэтому вот мы открыли там клуб и участники с удовольствием там занимаются и рукоделием, и творчеством, и поют, и танцуют, и выступают также в социальных учреждениях, вот, мы стараемся, ищем им финансирование, помогаем им реализовывать проекты, писать гранты, зарабатывать на свое развитие. вот это один из наших таких очень успешных проектов, в течение пяти лет развивается школа деревенский жизнелюбый в поселке Войсковице, там очень активные пенсионеры оказались, очень любознательные, такие интересующиеся, сегодня у них работает более десяти различных направлений, и как бы школа очень хорошо развивается, пишут гранты, тоже защищают проекты, и активно вот развиваются. Ну и вот новый молодой проект поселок Новый Свет, не очень далеко от нашей Гатчины, но чтобы доехать допустим до нашей школы, нужно ехать на двух автобусах, это не очень удобно пожилым людям, и вот они сорганизовались и решили открыть такую школу у себя в поселке, и надеюсь, что у них будет востребован, нашли хорошего лидера, лидером мы обучали, помогали, знакомили с нашей программой, с нашими курсами, вот допустим, так как у них в основном все клубы работают на волонтерской основе, мы посылаем либо к нашим специалистам, либо наших специалистов к ним организовать какое-то новое направление, допустим, если это нордическая ходьба, вот они захотели заниматься, то наш координатор проекта нордическая ходьба несколько раз приезжала к ним, обучала технике ходьбы, нашли там староста, и уже староста объединяла людей своего поселка, и готовила программу, по которой они работают. Ну вот это такой наш охват курсами, занятиями на сегодняшний день, немножко маленькая доля творчества, но это потому, что творческие люди, они если увлекаются каким-то видом творчества, то они редко когда посещают что-нибудь еще. Как правило, с основного курса люди могут заниматься гимнастикой, укреплением памяти, компьютерной грамотностью. Как правило, новички приходят к нам вначале на компьютерную грамотность, посещают основной курс и могут в течение трех месяцев бесплатно попробовать себя на других каких-то занятиях. Постепенно пробую себя в различной деятельности и понять, чем они вообще хотят заниматься. Поэтому основной курс диалога это такая отправная точка начала развития людей и получения ими новых знаний о нашей школе, знакомства со школой, с курсистами, чтобы у людей появились новые друзья, хорошее было общение. Количественные показатели таковы, что на сегодняшний день в год посещает школу около 500 человек, количество постоянно растет. То есть это общее количество охваченных курсистов, которые вообще участвовали в нашей школе, то есть и в мероприятиях, и в экскурсиях, и на занятиях. Вот, то есть за 12 лет практически мы охватили уже более 7000 пожилых людей. То есть это большая цифра и благодаря такой востребованности вот нас финансирует наш муниципалитет, потому что они понимают насколько важен этот проект, насколько он востребован. Ну вот по финансированию основное наше финансирование лежит на субсидии Гатчинского муниципального района, который выделяет на более 5 миллионов рублей, но из них очень большую долю у нас съедают коммунальные услуги, так как мы находимся в школе, а в школе очень большие дорогие коммунальные услуги, порядка 150 тысяч в месяц мы платим за электричество и воду, так как там своя котельная с электрическими котлами, то есть выходит очень дорого. Ну и плюс у нас 4 штатных сотрудника и субсидия Гатчина выделяет нам на 9 просветительских курсов. Остальные курсы, на остальные курсы мы зарабатываем самостоятельно. В этом году начали участвовать в субсидии комитета социальной защиты Ленинградской области. Второй год подряд мы участвуем в субсидии. Небольшую долю, вот она, желтенькая, желтенькая доля занимает, но тем не менее мы можем финансировать дополнительно занятия. Кроме того, мы участвуем в грантах, вот сейчас реализуем проект старшее поколение золотой ресурс России благотворительного фонда развития филантропии КАФ. Вот я, кстати, тоже всем некоммерческим организациям рекомендую участвовать в их конкурсах. У них очень много конкурсов, хорошее финансирование, они очень так лояльны к некоммерческим организациям, работающим особенно с пожилыми людьми. У нас проект направлен на помощь немобильным и маломобильным ветеранам, узникам и блокадникам, то есть для них мы организуем отдельные, интересные, ну и необходимые для их возраста занятия по креплению памяти, по суставной гимнастике. То есть для этой категории у нас проводятся отдельные занятия от 75 плюс по специальным программам. Кроме того, наши проекты социальные, которые хотят развиваться, они участвуют в малых грантах и получают субсидии Гатчинского муниципального района. Кукольный театр у нас в прошлом году получил такую субсидию на свой новый спектакль. До этого у нас было фотоклуб в поселке Войсковице. То есть если есть какие-то инициативы, они еще поддерживаются малыми грантами. Или мы участвуем допустим в фонде Добрый город Петербург. Тоже был поддержан наш клуб английского языка. Проект английский начнем сначала. Кроме того, у нас есть и платные услуги. Перескочу. Платные услуги, дополнительные группы уже имеющихся курсов, так как на курсы люди постоянно поступают. Допустим, ментальная арифметика у нас начиналась два года назад. Была одна группа шесть человек. сейчас это уже пять групп по восемь-десять человек, то есть преподавателям требуется дополнительное финансирование за счет того, что у них нагрузка увеличивается. И вот такие дополнительные группы мы открываем за счет платных средств, за счет платных услуг. Мы сами разрабатываем стоимость небольшую. Платные услуги мы разрабатываем таким образом, что сколько желающих и сколько им нужно заплатить, то есть раскидываем эту сумму, допустим, сколько за два часа берет преподаватель, чтобы хватило ему оплатить и сколько должны заплатить люди, чтобы на эту плату хватило. Таким образом, у нас получается небольшая плата, это где-то 100-200 рублей в месяц за курс. Недорого. Ну и еще у нас есть привлеченные средства от спонсоров, их мы привлекаем как раз таки нашими большими масштабными мероприятиями, которые мы научились делать. Например, когда был наш 10-летний юбилей школы третьего возраста, денег на проведение этого юбилея не было, мы только-только открылись как некоммерческая организация, но мы решили все-таки показать все наши достижения, показать всю свою деятельность. Для этого мы пригласили всех важных людей, которых знали в Гатчинском районе, пришли, выбрали мы дом культуры на 400 мест, и к директору пришли, поплакали, сказали, что мы некоммерческая организация, у нас нет денег, но мы могли бы быть вам полезны в чем-то, в чем скажете, мы будем помогать вам всячески, но помогите нам провести вот один раз праздник. И директор, конечно, пошел нам навстречу, но попросил, чтобы мы рекламировали его культурные мероприятия, участвовали в его мероприятиях, он приглашает постоянно наш хор, танцевальную студию, и вот таким образом, вот в таком сотрудничестве мы провели вообще масштабный праздник, пригласили все университеты третьего возраста области и таким образом сделали такой поздравительный концерт, потому что мы знали, что в университетах области тоже нет денег, но зато полно энтузиазма, зато у них полно идей, они очень творческие, талантливые и большой потенциал, который можно задействовать. И вот таким образом мы задействовали потенциал всей области, всех университетов третьего возраста, организовали классный концерт, огромную выставку участников всех проектов и наших, и областных, и пригласили депутатов ЗАГСа, общественную палату области, которая провела нам очень грандиозное такое совещание, на котором мы могли вскрыть все наши проблемы, не только нашей допустим организации, но и областных университетов третьего возраста. И кстати, вот благодаря этому совещанию, в честь нашего юбилея, областной комитет социальной защиты начал финансирование области, которого не было вот в течение десяти лет. То есть получился такой резонанс, ну и кроме того, несмотря на то, что мы практически не потратили ни копейки вот на это мероприятие, нам еще подарили депутаты ЗАГСа на юбилей, которые пришли на праздник, 500 тысяч рублей на ремонт. То есть мы еще смогли с помощью этого мероприятия заработать. И кроме того, теперь вот каждый год нас приглашают мероприятия, нас приглашают организации, например, кинотеатр Победы, торговый комплекс Кубус провести презентацию бесплатно на их площадках, потому что они поняли, что с помощью как бы нашего пиара они могут тоже получить какие-то плюсы. То есть вот одни мероприятия мы как бы вот смогли себе сделать имя, статус, скажем, такой, ну такой пиар вот получился. и я считаю, что это очень правильно, потому что раньше мы делали презентации, но мы делали их у себя в школе. На день открытых дверей, вот как правило, к 1 октября приуроченных Дню пожилого человека, мы проводили презентации всех курсов, клубов, водили людей по экскурсиям по школе, по всем, по всем нашим занятиям и показывали всю нашу деятельность. Но когда мы вышли в город и провели вот такое мероприятие, оно было достаточно на высоком уровне, потому что наша школа живет таким девизом, знаете, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. И благодаря чему с помощью партнеров наших, это и библиотеки, и все культурные центры, и музеи, и спортивные организации, то есть мы задействуем и другие площадки города, и благодаря этому очень хорошо развиваются вот наши клубы. Поэтому вот как бы делюсь с вами вот такой фишкой, вот здесь на фотографии презентация, это была на 8 марта в этом году в торгово-развлекательном комплексе Кубус, где тоже все наши проекты и спектакли показывали, и концерт был, и выставка, продажа, и мастер-классы, то есть все-все-все, мы заняли практически вот целый этаж огромного торгового комплекса, чтобы разместить все-все наши инициативы и все наши проекты. Так, это я еще, наверное, рано вышла. Вот, и сейчас я тоже вот хочу попросить показать видео одной из нашей презентации, которую мы делали в Кубусе, то есть насколько, чтобы вы могли посмотреть, вот насколько масштабность, да, сразу же, ну вот, показывает всю важность деятельности, насколько вот масштабность может показать вот это. Попрошу организаторов запустить, если получится видео. Татьяна, пока мы запускаем видео, тут появляются у нас вопросы в чате, может быть, на один вопрос вы ответите. Давайте, хорошо. Если в чем-то зажим целевой группы, что боятся раскрыться, боятся чужого мнения, боятся быть слишком активными, брать инициативу, если да, посоветуйте, как снять зажим, исходя из вашего опыта? Конечно, конечно, такой зажим есть. Все приходят к нам новички, говорят, я разучилась общаться, я не умею общаться, у меня нет друзей, я одинокая, я не знаю, не могу ни с кем познакомиться, не могу ничего о себе рассказать, у меня нет никаких талантов. То есть, да, к нам тоже приходят вот именно такие люди, которые посидели, вот допустим, вышли на пенсию после работы, опустили руки и не знают, ради чего им жить дальше. Допустим, у многих внуки вырастают и они не могут найти себе применение. Вот именно совместная деятельность, совместные какие-то дела помогают им в такой обстановке раскрепоститься, показать себя, найти умения какие-то в себе. Мы это делаем с помощью игр. Вот в игре они как дети, они раскрываются и в то же время они познают себя и друг друга. Вот я могу посоветовать вам такие игры. Вот мы уже несколько лет ездим в Санкт-Петербург, на Новый год проводится для психологов программа Discovery. это приезжают преподаватели Голодецкого университета из Америки, из Москвы, из других городов России и проводят с психологами в течение трех дней тренинг, это бесплатный тренинг, проводятся все упражнения на знакомство, сплочение и доверие. И вот мы очень много берем с этих тренингов. Вот в этом году мы такой тренинг проводили у себя, к нам приезжали специалисты и проводили игры, то есть это вот замечательно. Также вы можете взять вообще любые игры из пионерских лагерей, это тоже очень хорошо работает, но в первую очередь дружная компания, которая объединена каким-то делом, вот это я считаю самое важное. Вот еще тут парочка вопросов, кто ведет занятие про ментальную арифметику очень здорово, но мне кажется, что вы вроде бы ответили в своей презентации, кто ведет занятие. Вопрос от Татьяны Петровой for ages, я не знаю, Татьяна, может быть, вы уточните? Ну вообще, как правило, преподаватели у нас тоже пенсионеры, бывшие педагоги, бывшие художники, бывшие врачи, да, которые хотят вот поделиться тем, что они умеют. Так как у нас, ну, сами понимаете, на гранты плата очень невысокая. И, конечно, молодой специалист, не каждый к нам пойдет, у нас зарплата маленькая, ниже минимума. пенсионеры. Поэтому мы берем вот таких пенсионеров, которые, у которых большой есть опыт работы, и есть желание работать с людьми, и мы стараемся вот выбирать самые-самые интересные курсы для людей. еще такой вопрос один. Какой бюджет университета в год? Можете ли вы сказать это сейчас? Потому что, может быть, не владеет, ну, как бы нет перед глазами цифр. почему? Могу сказать. На сегодняшний день в год мы зарабатываем примерно 7 миллионов рублей. Понятно. Ну, я бы тогда предложила сейчас вот как раз показать видео, мы готовы его запустить. Вот, я думаю, что у нас еще будут вопросы и в чате, и устно вам адресованы, поэтому давайте через 20, через 2 минуты можно будет еще задать вопрос Татьяне. Павел, запускайте видео, пожалуйста. Вязание, рукоделие, застудие, ментальная математика, уроки английского. Для гатчинских пенсионеров нет ничего недосягаемого. 24 сентября школа третьего возраста провела день открытых дверей под лозунгом «Новые возможности». Сегодня по приглашению администрации кинотеатра Победы мы хотим познакомить жителей Гатчины со своей деятельностью. Тем более, что в преддверии 1 октября День пожилого человека мы решили показать возможности третьего возраста на пенсии и не только. Пожилые люди продемонстрировали, чему их научили на курсах, доказав, что начать заниматься чем-то новым никогда не поздно. С такой презентацией стало понятно, научиться новым занятиям может каждый. Это осознание дало уверенность многим пожилым людям, пришедшим на день открытых дверей, и они записывались в новые кружки, чтобы найти себе новое хобби. Я записалась в изо-студию, ментальную математику и английский язык. А вы раньше английским языком занимались? Знаете что-то по-английски? Ну, только в школе и в институте, больше нигде. Решили улучшить знание английского. А как понадобилось или просто так захотелось? Ну, просто так захотелось. А изо-студия? Ну, это мечта, научиться рисовать. Помимо привычных кружков и курсов, таких, как вязание или вышивание, пожилым людям предлагают научиться, например, ментальной арифметике. Ее преподает 80-летняя пенсионерка в прошлом, учитель русского языка и истории. Ментальная арифметика очень хорошо развивает память, все виды памяти, и краткосрочная, и оперативная, и мгновенная, и дальносрочная, и долгосрочная, и зрительная, и слуховая. А это вот моторика, двигательная память развивается. И фото, фотографическая память, развивает воображение, представление, все виды внимания, устойчивость внимания, переключаемость внимания, а самое главное, концентрация внимания обучает. Кроме обучающих и просветительских курсов, школа третьего возраста предлагала оздоровительные направления, такие как гимнастика или йога, а также представила творческие мастерские и социальные проекты. Вот немножко вот такие у нас презентации проводятся. Я думаю, что мы будем их практиковать и дальше, потому что очень хорошие эффекты и резонанс. Прекрасно. Вот тут еще комментарий у нас в чате появился. Татьяна, большое спасибо. Спасибо. То есть сами это замечают достижения. Встречалась с некоторыми активными пенсионерами на конференции, старшие февраля в Питере. Это удивительно. Пожалуйста, задавайте вопросы, Татьяне. У нас есть еще немного времени. Можно устно задавать. Просто включайте звук, видео, и не забывайте представляться. Я так понимаю, что вопросов нет. Вопросы все исчерпаны, но как бы неудивительно, потому что Татьяна так подробно рассказывала, что вроде бы все понятно. Спасибо большое. Столько интересной, полезной информации. Вижу, Ольга появилась. Видимо, хочет задать вопрос. Ольга, не слышно вас. Ольга, не слышно вас. Поближе подвиньтесь к компьютеру, пожалуйста. Потому что мы вас видим, но не слышим. А вот так. Действительно? Ну, попробуйте, ага. Ольга, напишите в чате ваш вопрос, а я его зачитаю. Давайте так сделаем. Вот тут очень такие приятные в чате пишутся сообщения. Татьяне, спасибо, очень интересно. Спасибо большое, было очень интересно. Успехов, процветания. Татьяна, спасибо большое, замечательная работа. У кого-то еще... Да, вот давайте подождем. Ольга напишет свой вопрос в чате. Может быть, у кого-то еще есть вопросы? Задавайте, пожалуйста. Можно вопрос еще? Да, Ирина, пожалуйста. Татьяна, у меня такой вопрос. Я вот знаю, что благодаря фактически вашим инициативам вы создали организацию с помощью государственных ресурсов. Это очень редкая вот такая вещь, когда удалось пробить идею некоммерческой организации и фактически внедрить ее в понимание нужности в государственных умах. Вот мне очень интересно, как вам удалось пробить, наверное, вот эту стенку и все-таки доказать то, что вы делаете, это нужная вещь, потому что ведь многие организации занимаются образованием пожилых людей, но это, скорее всего, точечный. Нам удалось сделать это на совсем другом уровне. На уровне, я скажу, ну, за счет, я еще раз говорю, за счет государственных вливаний, за счет государственной поддержки. Вот что было самым тяжелым? Как вам удалось перейти вот этот рубеж? Ну, вот вы знаете, когда у нас была только программа школы третьего возраста, а потом стало социально-досуговое отделение университет третьего возраста, депутаты, которые принимали наш бюджет ежегодно, то есть нам приходилось на сессии депутатов защищать наш бюджет, защищать каждое направление деятельности, чтобы нам было выделено финансирование. И по окончании года, каждый год у нас собиралось совещание депутатов по социально-образовательной, по-моему, как-то, политике. И мы показывали, на что были потрачены деньги, которые нам выделены, как это развивается, как это нужно, как это востребовано. То есть не только рассказывал руководитель, но мы и показывали, и наши пожилые люди рассказывали об эффекте, который на них влияет. Кроме того, иногда бывает, меня вот критикуют, что вот вы очень пиаритесь, вы часто пишете в газетах о ваших проектах, о ваших выставках, о ваших конкурсах. Но я считаю, что это необходимо, потому что, ну, не так часто, скажем так, у нас бывает администрация, но показывать свою деятельность и важность деятельности, я считаю, необходимо. Поэтому все, что у нас не происходит, я обязательно публикую в газетах, в СМИ, приглашаю телевидение, особенно вот на такие массовые большие мероприятия, чтобы действительно администрация видела, что людям это нужно. Потому что, извините, если школу посещают 5000 пенсионеров, активных людей, которые занимаются и здоровьем, и другим помогают, и живут долго, я считаю, что, конечно, это важно. Ведь мы, как некоммерческая организация, выполняем, скажем так, работу в социальной политике. Ведь так большую работу мы делаем, поэтому моя задача – показать всю важность и всю деятельность, как можно шире, как можно больше. И благодаря этому, конечно, мы получаем финансирование, потому что никто не может сказать, что это не нужно людям, не востребовано и так далее. Татьяна, еще тут у нас вопросы и комментарии в чате. Отличная встреча, которая вдохновила на новые проекты. Спасибо. Вы делаете очень нужное дело. Спасибо большое. Очень здорово и полезно. Вот вопрос. Скажите, пожалуйста, а Вы могли бы поделиться программой для малоподвижных инвалидов, чем Вы с ними занимаетесь? Вот как раз вопрос от Ольги, которую мы плохо слышали. Да, конечно, мы можем поделиться. Мы работаем по пособию, разработанному в городе Пенза, это организация. Забыла, как она называется, потом вспомню попозже. Называется «Пособие радостные со смыслом». Там, это такая большая тетрадь, в ней очень много упражнений по биографическому интервью, по укреплению памяти, которые может пожилой человек выполнять сам и с помощью кого-то, с помощником, даже соцработником. То есть одно упражнение в день достаточно, чтобы человек вот немножко оживился, немножко почувствовал себя более таким нужным, важным, вспомнил свой опыт, который у него огромный в течение жизни накопился, да, и захотел с ним поделиться. Вот. Мы с пожилыми приходим, занимаемся интервью, занимаемся ментальной арифметикой, гимнастикой, чем еще. Учим фотографировать. В этом году мы планируем обучать на смартфонах и планшетах. Вот закупим, как бы, демонстрационное оборудование и будем проводить такие занятия. Кроме того, у нас работает психологическая поддержка. Вот в условиях пандемии мы запустили психологическую поддержку для одиноких пожилых людей, в которые они могут позвонить бесплатно и проконсультироваться с психологами. И психологи их курируют и посылают волонтеров к людям, которые хотели бы общаться, хотели бы знакомиться и готовы сотрудничать в проекте. То есть вот у нас есть такие направления. Пишите электронную почту, я с удовольствием вам вышлю, поделюсь, конечно. Вы можете, Татьяна, адрес электронной почты сейчас написать в чате, чтобы все скопировали его, да, тем, кому... Те, кому нужен ваш адрес, и вам бы написали письмо. Да, хорошо. Еще вопрос у нас есть. Какие основные изменения отмечают у себя ваши бабушки и дедушки? Вопрос из чата. Ну, изменений много. Это укрепление, конечно же, здоровья. Это изменение общения. Ведь вот основной фурс наш в первую очередь направлен на то, чтобы люди могли активно общаться, найти себе друзей и найти себе дело интересное. И таким образом себя реализовать и жить совсем другой, интересной жизнью, скажем так. Еще комментарии в чате. Спасибо. Интересно, полезно, вдохновляющее. Почти фантастика. Хочется быть пенсионером в Гатчине. Очень правильно про пиар. У вас есть много чему поучиться. Да, мы сами с каждым годом учимся. На ошибках иногда. Поэтому, ну, век живи, век учись. Первый девиз нашей школы был образование длиною в жизнь. И вместе с нашими пенсионерами нам тоже приходится постоянно учиться и у них, и работе в организации. Поэтому я согласна с этим. Еще какие-то вопросы есть? Пожалуйста, можно устно адресовать. В чате вопросов больше я пока не вижу. Ася, да, хотите задать вопрос? Не слышно почему-то вас. Не слышно. Татьяна, вы напишите пока о свой электронный адрес в чате. Видно вам чат, да? Внизу. Да, да, сейчас найду. Внизу в самом чат, рядом с участниками. Если вы его видите. Сейчас постараюсь написать. Я думаю, что Ася может быть тоже тогда в чате напишет свой вопрос, потому что совсем не слышно. Еще какие-то вопросы, коллеги? Я тоже пока пользуюсь случаем. В чате сейчас разлющу ссылку на Google Docs. Это форма обратной связи по нашему вебинару. Там можно ее заполнять анонимно, можно с именем. Поэтому нам было бы полезно узнать ваше мнение по организации этого мероприятия. И также можно там указать те темы, которые интересны вашей организации, на которые вы могли бы обратить внимание и организовать вебинары. Я хочу еще рассказать, что данный вебинар проводился в рамках международной лайф-конференции «Устойчивое развитие, люди, поддержка, сотрудничество». Пять организаций является организаторами этой конференции. Это Архангельский центр социальных технологий «Гарант». Это наша организация, которую я представляю. Это Центр женских инициатив Тосно-Ленинградской области. Ирина Княжева здесь присутствует. Это Центр устойчивого развития Псковской области. Это Общество дружбы Финляндия-Россия Хельсинки Оуру. И общественная организация из Норвегии, из города Санды, с детства у Двины. Татьяна написала вот сейчас как раз свой электронный адрес, кому необходимо скопируют. И я хочу сказать, что следующий вебинар в рамках конференции будет проведен в понедельник в 11 утра. Организация из Архангельска «Мост» расскажет о поддержке людей с ментальными особенностями в Архангельске. У организации уникальный опыт. Это такой Центр дневного пребывания людей с ментальными особенностями. Организация реализует проекты по организации досуга, занятости, трудоустройству людей с ментальными особенностями. Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зайти на сайт Центра Гарант. Сейчас я его тоже в чате напишу ngogarant.ru и зарегистрироваться в разделе «События» на вебинар. Также 16 числа в 3 часа будет проводиться российский межрегиональный круглый стол по обсуждению доступа НКО к оказанию социальных услуг. 17 сентября в 2 часа наша финская коллега будет рассказывать о поддержке НКО в Финляндии. Семинар будет сопровождаться синхронным переводом. И затем через неделю будут еще другие мероприятия. Со всеми мероприятиями можно ознакомиться на нашем сайте ngogarant.ru Еще вопрос поступил от Аси, которого мы никак не могли услышать. Проходят ли ваши педагоги предварительное обучение или какую-то поддержку в течение работы? Нет, предварительного обучения они не проходят, но мы проводим собеседование, в котором мы рассказываем о программе нашей работы. Вот, я еще, наверное, забыла сказать, что такое неформальное образование. Это гибкая программа, в которую, тему которой выбирают сами слушатели, и которые они могут внести свой опыт, то есть поделиться сами чем-то, не только что-то узнавать, слушать, но и сами вносить в эту программу свои какие-то опыт какой-то. То есть вот в чем эта программа отличается от, например, образовательной школьной программы. Вот, поддержку, конечно, получают, мы постоянно обсуждаем, развитие каждого проекта, каждого курса, что им для этого необходимо. Если нужно, пишем проект на развитие курса для того, чтобы купить необходимое оборудование, еще что-то, технику, материалы. Но каждый курс развивается все равно по своему направлению, по своему этапу, скажем так. Спасибо вам, Атаси, в чате. Еще какие-то вопросы, коллеги, есть? Ну, тогда огромное спасибо, Татьяна, от всех нас. Я думаю, что мы всех просто поаплодируем вам обязательно, потому что столько полезной, структурированной информации. Я хочу сказать, что запись семинара все участники получат. Она будет выслана на электронные адреса, на которые вы регистрировались. Вот вижу, тут Мария Сидоренкова написала свой электронный адрес, я его скопирую. Если вы регистрировались по этому же электронному адресу, то автоматически получите запись. Ну, еще тут снова поступают от разных участников спасибо, спасибо большое, Татьяна, за прекрасную презентацию. Я тогда предлагаю закончить вебинар. Спасибо большое всем вам, и мы ждем вас на следующих вебинарах нашей конференции. Спасибо большое всем за участие. Спасибо, что пришли. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо.